Поляки обращались ко мне с тем, чтобы я помог им организовать здесь турнир 2000 человек. Говорят, у вас есть где-то 5-6 полей, ну, чтобы вместе было. Я говорю, вы знаете, такого у нас нет. У нас есть только база «Динамо» на всей стране, где и то нам могут, возможно, дать одно поле. А вот вместе, что было, как в Англии. Англия дорогая земля, да? Очень дорогая. Ну, там вот так у арсенала клуба поля, поля, поля. Везде наделаны поля в футболе. Тренируются дети, тренируются взрослые. Где у нас такое? Нигде. Очень сложно нам сегодня укатать, сделать поля просто на поляне. Там, где нельзя строить дома, ничего. Просто сделайте поля. Кто это сделал? У нас тяжело. Так же само они говорят, ну, нам поможет мэр. Я говорю, извините, в этом случае сложно. Говорят, ну как, ну нам же какие-то… Нет, вы делаете все за свои деньги. Поэтому, чем он может вам помочь? Ну, в Европе это принято, там, какие-то серьезные турниры. Я делал лично сам, я, еще мне помогала помощница, делал турнир на 500 детей. У нас кто-то может так сделать? Пускай сделает. Чем больше будем делать… Опять же, мне говорят, я в Броварах открыл школу детскую свою. А мне говорят, Влад, а там как конкуренты? Я говорю, какие конкуренты? Ну вот там конкуренты, там у тебя же есть… Я говорю, да у меня нет конкурентов, пусть занимаются. Детей много. Какие конкуренты? Я выстраиваю систему свою. Родителям, детям будет интересно у меня – пожалуйста. Интересно там – пожалуйста. Пускай занимаются. Чем больше занимаются дети, тем лучше. Я не конкурирую ни с кем. Я делаю свое. Я хочу воспитывать тренеров. Тренеров не так много на сегодняшний момент. Не хотят ребята учиться, обучаться. Не много людей. Очень малый процент. Вот я пытаюсь этот процент найти. Надо учиться. Надо посмотреть, как Сергей Ребров учится самостоятельно. Он же не кричит нигде, что он обучает. Он ездит, учится, занимается. Он день и ночь живет на базе. Он учится. Он со многими связями. У него много литературы. Кто у нас так делает? Не много людей. Не много. Все хотят просто свиснуть начало тренировок и конец тренировок. И дайте мне зарплату. Надо систему сделать. Эта верхушка айсберга должна посмотреть вниз. Посмотреть, что у нас происходит. Правильно. Это уже не то, что давно. Это уже давно мы все знаем. Просто мы на это закрываем глаза. Но когда у нас останется 4 команды в стране… Я не знаю, откуда я знаю. Я же не знаю, про что там, как там. Ребята-то есть. Футболисты-то растут. Мы планку подняли высокую. Которую мы не то, что дотянуться не можем. Поэтому мы и всем говорим… У нас было 2 миллиона долларов. Но мы контракты подписываем на 3 миллиона. Потом у нас случайно расходы на полмиллиона. У нас полтора миллиона дырка. Ну ничего, переложим на следующий год. Потом еще дырка. И вот таким снежным комом нас заволок то, что нам лучше отказаться от футбола. И все. Есть правда в жизни. Да. Но так же самое в Европе. Почему-то они играют за полторы тысячи евро. У них там 500 евро такие цифры ходят. Там 2 тысячи евро. Сегодня наши едут туда и играют. Но чего же здесь не играть так же? Раньше у меня была заплата 500-800 купонов. Но это было. Почему? Ну, надо сегодня сделать реальные цены. Но есть правда жизни. Сегодня в футбол, если вы хотите играть в футбол, то это не может быть больших зарплат. УЕФА, фэрплей, да. То есть сегодня все показывают свои декларации. То есть если это Байер-Ливеркузен, то, естественно, спонсор у них Байер, ну это клуб этого Байера, да. Вот они выделяют на команду 20 миллионов, 22 миллиона евро. Ну, в Германии так. Они не могут вылезти. 22, там, 100 не могут. Они могут только меньше. Сэкономить себе, чтобы на следующий у них переложился. Ну, это правильная вещь. Вы же не можете положить 22 в сейф и потом подумать о том, что там все-таки 30. Не, ну, 30, да, так, 30, наверное. Не, возьмем еще одного футболистика, так, на всякий случай. Не, там они идут четко, как немцы, да, четко. Поэтому финансировано. Они показывают декларацию. Это, пожалуйста, переход у нас отсюда, расход отсюда. Разошли, все, все сходится, все отлично. Мы это можем? Мы это не можем. Надо, грубо говоря, тянуться, быть, знаете, если мы не можем прыгнуть, да, к зарплатам 10 миллионов долларов, то ничего страшного. Можем прыгнуть к зарплатам 10 миллионов гривен, можем прыгнуть к зарплатам 5 миллионов гривен. Надо посмотреть. И говорить, вот, сегодня никто не говорит, вот такая у нас зарплата, пожалуйста, приходите. Открытый тендер в футболе. Да, какой-то клуб делает открытый. Кто хочет, футболистам приглашаются. Такая зарплата, все. Кто хочет играть, пожалуйста, показывайте свой уровень. Надо делать. Сегодня все заперли, как улитки, спрятались и ждут, да. Может, кто-то нас спасет. Кто нас спасет? Кроме нас самих. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok